Здравствуйте! Рады приветствовать вас на канале Капитошка Трипс, канал о путешествиях, туризме и активном отдыхе. Продолжаем делиться с вами впечатлениями о нашем необычном путешествии из Москвы в Дагестан на машине. Сегодня вы увидите наше путешествие в город Дербен. Как традиция, с утра мы отправились на море, зарядившись морской водой и солнечными лучами отправляемся в один из древнейших и самому южному городу России. Главной и, пожалуй, самой интересной достопримечательностью является цитадель Нарынкала, возведенной персидской династией в 5-6 веке. С подножия цитадели открывается завораживающий вид на сам город. Кажется, что он у тебя на ладони. Крепость – это центральное место города, где в выходные дни очень людно, так как тут часто играют свадьбы. Крепость превратила город в закрытые ворота, стены которых спускались к самому морю, позволяли контролировать узкий проход от моря на юг, к Персии. Нарынкала является одним из крупнейших защитных сооружений мира и включено в список ЮНЕСКО. Честно говоря, первое впечатление нас, мягко говоря, поразило. Масштаб крепости и ее сохранность. Территория крепости поражает. Внутри разместились сооружения для ведения обороны, часть которых мы с вами сегодня увидим. С погодой нам очень повезло. Попав внутрь крепости, погружаешься во времена Шахов и Падишахов. Поднявшись на одну из оборонительных стен, начинаешь понимать, как много видели и слышали стены этого места. Вид со стены потрясающий. За свою историю крепость, являясь одним из главных военных сооружений, закрывающая Персию на замок, переходила от одной цивилизации к другой. Свою последнюю осаду в 1796 году Нарынкала выдержала во время русско-персидской войны, когда ее взяли русские войска под предводительством генерала Зубова. Встречается перевод Дербенской крепости «солнечная», так как стоит на возвышении, открытая жарким лучам кавказского солнца. По другим данным, имя Нарынкала получила в честь одной из дочерей персидского шаха и означает «нежная» или «красивая». Самая древняя из построек солнечной крепости датируется V веком. Стоит отметить, что значительная часть системы водоснабжения крепости сохранилась до сих пор. У самых ворот по-прежнему имеется родник, напиться из которого могут все желающие. Решили пройти по периметру крепости по оборонительной стене. Это было завораживающе. Никаких тебе ограждений или поручней, все как тысячу лет назад. Пройдя несколько пролетов по узкой стене, местами она составляет 3 метра. Остановившись, оглядывая внутреннее убранство крепости, и удивляешься, как им это удалось. Стены укреплены башнями. Четыре внутренних двора крепости размещаются на разных уровнях. С одной стороны стены крепости доходят до берега моря, с другой уходят в горы. Холм, на котором расположилась цитадель, на северной стороне имеет круглые сколы в сторону оврага, а на востоке в сторону города. Южные и западные склоны холма более пологие. Общая протяженность стен на рынке Ла достигает 700 метров. Пройдя крепость полностью по периметру, оборонительной стены попадаем на территорию раскопок, которые идут постоянно. Мы уже немного устали быть на открытой местности под ярким солнцем. Передохнув самую малость, оставаясь в прекрасном расположении духа. Отправляемся, как ни странно, в самое прохладное место цитадели – ханские бани. Бани служила не только для омовения, но и для укрепления сил, поднятия упавшего настроения, для отдыха, для встречи и разговора о скупке и продаже, и для показа мастерства в шахматах и нардах. Бани представляют собой углубление в земле, сводчато-купольное сооружение, освещаемое верхним светом через специальные отверстия в куполах и сводах. Стены купола и своды выложены из ракушечника. Перекрытие бань представляют хорошо продуманную конструкцию, которая не только учитывает сложное функциональное построение плана, но и использует конструктивные особенности сводов и куполов для создания взаимосвязанной уравновешенной системы. После яркого и теплого солнца тут в банях веет прохладой и свежестью. Бани работали по последующему принципу. Топка находилась под полом, которая, нагревая воду, одновременно нагревала и каменный пол бани. Горячий воздух, подаваемый по керамическим трубам, вокруг бани согревал все сооружения. Предание гласит, что в ханской бане в четверг купался сам хан, а в пятницу 40 его жен из гарема, а в остальные дни слуги и стражники вокруг бани стояли сооруженные всадники. Есть легенда, что высокую температуру в бане можно было поддерживать при помощи одной свечи. Правда, секрета такой энергоэффективности строители не оставили, и даже ученые, изучавшие крепость, не смогли выяснить, каким образом это удавалось. Необычно наблюдать на территории крепости плодовые деревья, где растут априкосы и гранаты. Вдоволь насладившись красотами и величием крепости, отправляемся далее. Решили немного посмотреть старый город, примыкающий к крепости. Побывали у армянской церкви святогося спасителя, воздвинутая по проекту Габриэля Сундукяна, датируется 1860-1871 годов. Увидели синагогу Келленумас, молитвенный дом горских евреев Восточного Кавказа. Заключительным местом стал Дербенский маяк и положено портовому городу. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, ведь впереди у нас много интересных и увлекательных путешествий. Пока-пока, Капитошка Трипс!